Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть Спасибо, 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 спасибо О, смотри, я не смотрел, я такие вещи без вас никоим образом Не смотрю, это, сука, очередной Брэд, это новый Брэд, очередной Скумбрия Итак, смотри, просмотр Валерий Олег Берович Насральус расскажет правду Уважаемые друзья, с вами снова кандидат исторических наук, профессор Насрал, Валерий Олег Берович Насральус Наше путешествие по Самарским туннелям продолжает разворачиваться все более причудливым образом Сегодня я расскажу вам еще одну историю, которая связана с загадочным феноменом, недавно произошедшим в нашем мире О, сука, Джулия Чевчон, Джулия Чева Исследователям Насрал удалось заполучить шокирующие записи с камер видеонаблюдения, установленных в одном из самарских туннелей На данном кадре мы видим, как израненный самарский снорк в панике уползает прочь, словно пытаясь спастись от чего-то или же от кого-то Но то, что увидели ученые дальше, повергло их в состояние неописуемого ужаса Блин, держи, чем больше... Блин, держи, чем больше... Блин, держи, чем больше... Блин, держи, чем больше... После тщательного анализа ученым Насрал удалось установить личность мужчины с записи Сенсационная находка повергла в шок научное сообщество Человеком, что преследовал самарского снорка, оказался никто иной, как знаменитый фигурист Евгений Плющенко Но почему же некогда всемирно известный спортсмен пытается насмерть запердеть самарского снорка? Чтобы ответить на этот и многие другие вопросы, нам необходимо окунуться вглубь туннельной истории История начинается с инцидента, связанного с бортом две двоечки одна восьмерочка Следующего по маршруту из Самары в Самару По неким необъяснимым причинам, пока пилот с диспетчером выясняли отношения, система самолета дала сбой и произошло неконтролируемое распыление фекальных масс Как сообщают свидетели, жертвой этого инцидента стал некий житель Самары, у которого в момент эвакуации не завелось самодельное подобие мотоблок В следствии чего он стал бедительным пострадавшим от затопления каловыми массами В результате это приводит к тому, что данный образец заболел крайне редким и необычным заболеванием, известным как фекалис Это болезнь, вызываемая контактом с зараженными фекальными массами, приводит к неконтролируемому испражнению и неутомимому желанию срать Данным индивидом и оказался ранее обсуждаемый нами в прошлом выпуске Денис Сухачев, который, обосравшись, провалился в древний тунель После заражения и вовремя на сенье, в махахахаха Что не раз приводило к перегрузке канализационной системы Самары Одним из жертв Самарского Сева на и стал знаменитый фигурист Евгений Плющенко, которого во время очередной канализационной аварии накрыло волной каловых масс после тесного контакта с заражённым фекализа в последствии чего он тоже начал немоверно срать в этом состоянии плющенко потерял всякую связь с реальностью и начал бродить по самарским туннелем чтобы отомстить тому кто насрал и хотя вызванные воздействием туннели и болезни его психика была сломлена и он превратился в существо которое называют клещем теперь единственное его заветное желание это заперпеть Дениса Доспи спасибо за внимание это пи***ц просто это пи***ц уважаемые друзья с вами снова кандидат исторических наук профессор насрал Валерий Олегберович Насралиус наше путешествие по самарским туннелям продолжает разворачиваться все более причудливым образом сегодня я расскажу вам еще одну историю которая связана с загадочным феноменом недавно произошедшим в нашем мире исследователем привет братвишко спасибо капитан да запись из камер видеонаблюдения установлены в одном из самарских туннелев улица Чапаева на данном кадре мы видим как израненный самарский слог в панике уползает прочь словно пытаясь спастись от чего-то или же от кого-то но то что увидели ученые дальше повергло их в состояние неописуемого ужаса да блядь держи чепуршилу держи чепуршилу блядь и 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 Субтитры сделал DimaTorzok В следствии чего он стал единственным пострадавшим от затопления каловыми массами. В результате это привело к тому, что данный образец заболел крайне редким и необычным заболеванием, известным как фекалис. Эта болезнь, вызываемая контактом с зараженными фекальными массами, приводит к неконтролируемому испражнению и неутомимому желанию срать. Данным индивидом и оказался ранее обсуждаемый нами в прошлом выпуске Денис Сухачев, который обосравшись провалился в древний туннель. После заражения фекалисом Денис начал неконтролируемо срать, что не раз приводило к перегрузке канализационной системы Сама. Одним из жертв Самарского Серуна и стал знаменитый фигурист Евгений Плющенко, которого во время очередной канализационной аварии накрыло волной каловых масс. После тесного контакта с зараженным фекалисом организм Плющенко начал мутировать, впоследствии чего он тоже начал немоверно срать. В этом состоянии Плющенко потерял всякую связь с реальностью и начал бродить по Самарским туннелям, чтобы отомстить тому, кто насрал. И хотя он не провел в туннеле достаточно времени, чтобы полностью превратиться в снорка, психологические изменения, вызванные воздействием туннеля и болезни, оказались для него фатальными. Его психика была сломлена, и он превратился в существо, которое называют Плющенко. Теперь единственное его заветное желание – это затвердеть Дениса Господа. Спасибо за внимание. С вами был ведущий профессор Насрал Валерий... Вы же дебилы, блядь, вы же е***ты. Ну дебилы, да. Ну это дебил уже всё здесь. Ну я вот в шоке. Вот это, сука, ну это же всё. Ну это же всё, тут край дебил, дебилизма. Вот вы со своим интернетом вообще дебильну, дебильну, дегенерировали настолько, что просто насрал. Это просто, я не знаю. Ты прикинь человека, кто это делал. Просто как он это делал. Как он смотрел в экран, блядь, когда это делал, сука. Как у него рука не дрогнула. Это просто Брэдс. Как можно было находить такой Брэдс? Я даже не знаю. Я вот аналитику провел. Ну, вот это все сказано. Да, пришел к молодым. Все это просто, это, блядь, не Брэдс. Это не велосипед, это не корсет, это не карпет. Это просто пи***ц. Ладно, сука, смута вышла. Мы это, блядь, пережили. Это так, опали все смуту. Вот это вот на смешку над людьми. Ну, тут этот, сука, насрал очередной Брэдс.